здравствуйте дорогие друзья приветствую вас на канале mortal spiritus и сегодня я вам дам 10 простых шагов как стать уверенным практикам от новичка до уверенного практика я вам дам пошаговую технологию и так первое что вам нужно это изучить традиции и определить конкретно ту которая не просто нравится вам резонирует мало того что вам будет нравиться например чернокнижие потому как это достаточно агрессивная традиция вы должны чувствовать внутренний отклик который будет работать внутри вас следующее правило вы должны изучить технику безопасности при работе с данной традицией зачастую он сложно наверное выделить какие-то общие правила но зачастую это будь аккуратен не навреди уважительно относись к богам почитай их благодари и все прочее я думаю я сниму отдельное видео где мы разберем общую технику безопасности для всех традиций следующее не забывайте то что когда вы начинаете работать силой и сила параллельно начинает работать с вами и оттачивает ваши тонкие слабые места поэтому возьмите лист бумаги и запишите самые большие страхи которые есть у вас жизни и начните работать над ними например если вы боитесь потерять любимого человека проживите день так как будто вы его уже потеряли переживите эти эмоции если вы боитесь потерять кого-то из своих близких сделайте то же самое если вы боитесь остаться без денег проживите один день без денег это своего рода сталкинг если вы боитесь стать например бомжом проживите один день как бомж это то что действительно поможет вам трансформироваться это не только проработает ваши страхи на и сделает вашу психику более пластичный следующий этап изучая пантеон вашей традиции на которой вы остановились выберите конкретно того духа который вам нравится больше всего который вам резонирует вообще выбрать бога или духа или ло если мы говорим о воду достаточно непросто но я всегда рекомендую учащимся нашей школы магии избирать бога по двум принципам первый либо он очень вам близок он вам очень нравится и второй вариант вы хотите обладать теми качествами которые обладает нужный вам бог следующее не забывайте про правила работа не только с духами богами но и собственном развитии выполняйте практики выполнять и нужные упражнения но зачастую для новичков это расслабление тела это остановка внутреннего тех внутреннего диалога практика внутренней тишины первой астральные практики все это имеет достаточно весомое значение следующее правило выйдите на контакт с духом богом или силой которую вы избрали предыдущем видео я описала как это сделать его можете вбить в поисковике mortal spiritus как выйти на контакт с силами в принципе варианты разный но технология одна следующая позаботьтесь о собственных защитах защитить и не только себя но и своих близких следующее вам обязательно потребуется построить алтарь я не буду сейчас давать конкретной технологии как выстраивается магический алтарь я думаю то что я сниму отдельное видео по этой теме но зачастую это должны быть три свечи стоящие форме треугольника таким образом закрывающие пространство какой-то элемент божества фигурка цвет божества то есть то что обладает энергетикой того духа божества или силы с которым вы работаете этого достаточно начальном этапе разместить вы его можете где угодно например на даче на чердаке даже в шкафу в полке чемодане хорошо имеет конечно собственную алтарную комнату но если такой возможности нет найдите хотя бы что-то сила или бог с которыми вы работаете должны находиться рядом с вами это важно это имеет значение в последующем когда вы будете уже сильным практикам я думаю то что у вас не будет необходимости вообще в алтаре у меня например есть алтарь но он находится на даче я работаю с алтарем достаточно редко следующее работайте над своим интеллектуальным развитием я уже сказала в одном из пунктов то что сила работает над вами но она вас будет раскрывать со всех сторон и чем более интеллектуально творческие психически сильным вы становитесь чем сильнее сила будет открываться перед вами еще раз повторю помните говорят то что все художники они немножко экстрасенсы и поверьте мне это не просто так сменила для вас картинку как мне кажется то что вот так выглядит немножечко приятнее немножечко красивее я всегда стараюсь для вас выбрать какие-то интересные пейзажи чтобы вы могли не только меня слышать но и наслаждаться тем что происходит вокруг меня мне кажется в природе это всегда интереснее приятнее нежели чем статичная картинка следующее вы должны не только выстраивать контакты с богами вы еще должны заниматься так называемой жреческой практикой вы должны совершать обряды благодарности богам обряды посвященные славлению богов в каждой традиции есть свои варианты да я думаю то что первый пункт имеет особое значение то есть изучить традицию которую вы с которой вы хотите работать от и до и как бы это странно не звучало вы должны работать над своим физическим телом над его совершенствования потому что маг это дух это я имею ввиду что обозначает вообще сильный маг это не только работа по какой-то силовой линии это работа со всех сторон это человек который движется вперед движется наверх и не стоит на месте то есть это не значит то что мы занимаемся только практиками и нам плевать на свое собственное тело нет это определенный режим питания это определенный образ жизни естественно мы не должны разрушать свое тело мы не должны ломать свое здоровье то есть это физическое психическое и интеллектуальное здоровье именно вот эти все составляющие делают из вас качественного настоящего практика и еще обязательный пункт вы обязательно должны изучать мантику или должны изучать то что будет вам помогать диагностировать вас и диагностировать каждую вашу ступеньку исследования той или иной традиции например изучаете вы вуду приходя вуду вы должны уметь делать хотя бы какие-то элементарные карты таро потому что представим повзаимодействовали вы с бароном и вам нужно понять ничего ли вы по ошибке не принесли ли с собой на кладбище может быть вы например дух какого-то с собой притащили совершенно это не планируя вы приходите и делаете расклад мантикой нужно обладать любой обязательно будь то руны или будь то таро обычные карты любую аракху на начальных этапах это обязательно уже в последующем как практик вы не будете нуждаться в этом всем вы будете просто считывать анализировать и чувствовать в принципе это все то что я вам хотела сказать это составляющие качественного правильного идущего практика совсем не обязательно находить какие-то школы человек может сам учиться учитель просто это тот кто направляет имеет какой-то выверенный план и вас диагностирует и проверяет вообще маг это определенный образ жизни маг это не значит то что когда вы надели мантию вы превратились в оккультиста вы ее сняли вы обычный человек нет это образ жизни например в неделе семь дней и в эти семь дней в понедельник я занимаюсь этой практикой во вторник я занимаюсь следующей практикой в четверг у меня обряд служения такому-то такому-то богу в воскресенье я изучаю такую-то такую-то литературу понимаете то есть читать и ритуалить мало это образ жизни те кто те кто останавливаются в своем развитии и считают себя первоклассными магами которые кричат я сильнейший я самый лучший они уже остановились в своем развитии посему лично я к таким людям не отношусь серьезно сильный маг это тот кто умеет качественно делать но не тот кто много говорит что ж я думаю на этом мы закончим я желаю вам приятного дня